Здравствуйте дорогие мои! Мы сегодня с вами наконец-то доходим до того момента, когда мы будем готовить еду из солдатских продуктов. У нас будет тушенка, вот такая вот, не для продажи. Говорили, что средняя она, потому что та, которая была до нее, была гораздо лучше. 525 грамм объем банки, а до нее был объем по 200 с чем-то там. Вот та, ребятам, нравилась больше, но мы эту тоже попробуем, потому что они сказали, тоже неплохая. Состав у нее говядина, жир говяжий, лук репчатый, соль, лист лавровый, перец черный. То есть и все, больше никаких ни красителей, ни ароматизаторов нет. И вот самая, говорится, царица, это рассольник. То есть здесь примерно объем 3 литра. То есть мне посоветовали замерить, я замерил, примерно получается 3 литра. Состав у данного консерванта. Здесь картофель, крупа перловая, огурцы соленые, лук, морковь, томатная паста, масло растительное, мука, соль, специи. То есть мяса здесь нету, поэтому мы обязательно добавляем сюда консервы. Вот этой вот 3 литровой банки хватит на приготовление вот этих вот трех кастрюль. То есть у нас по способу приготовления здесь написано, что к содержимому банки добавить кипяток в полуторном количестве и варить в течение 3-5 минут. Сметану добавить по вкусу. Один из моих подписчиков сказал, что они вообще делали просто 2-3 ложки в тарелку, сверху несколько ложек кипятка, перемешивали и ели. То есть даже не кипятя, говорит, что тоже очень вкусно, очень нравилось это блюдо. Мы сейчас с вами приготовим вот по тому рецепту, который написан на упаковке, но еще раз говорю, то есть из способа приготовления добавим банку вот такой вот тушенки. Должно получиться просто. Баночки всегда перед их вскрытием по технологии, которые меня учили еще в бурсте анавска, когда учился на повара, надо помыть. Моются они вообще с определенным составом, ну мы хотя бы их под водичкой, чтобы никакой грязи к нам в пищу не попало и после открытия она простояла немножко больше. Мне говорили, Юрик, возьми, собери друзей, побольше народу, чтобы все попробовали. Я просто со временем, ребятки, не вылажу и не успеваю это сделать. Если вдруг кому-то надо, приходите, я вам отсыплю, ну или закажите, я вам где-нибудь мимо приезжать. Поделюсь с вами тем же самым супчиком без проблем. Теперь давайте попробуем вскрыть и посмотреть, что там вообще внутри. И давайте посмотрим, что здесь внутри. Вот это да, ребятки. Смотрите, перловочка. Здесь огурчик. Аромат стоит, конечно, прямо восхитительный. Довольно-таки интересная консистенция. Теперь мы одну третью сейчас переложим в кастрюльку. Накладываем. Как я и говорил, нам надо один литр. Ой, там все, короче, внутри картошечка. Я представлял себе, что это как, знаете, как жижка какая-то, а получается оно просто такое вот очень сильно густое. Я впервые с этим сталкиваюсь, поэтому мне очень интересно это увидеть, посмотреть. Одел на баночку пакетик сверху, чтобы оно постояло. В общем, у меня будет, наверное, неделя рассольник прямо от души. Но аромат стоит просто фантастический. Объем вот у меня написано на кастрюльках 1 литр. Я сюда вот четко так разровнял это все. И поставил чайничек, он у меня на 1,7, как раз-таки полтора литра оттуда вбьем. Переходим к открытию тушенки. Давайте посмотрим, ох, какая красотища. Кусочек попробуем. Я думал, ее может отдельно как-то проварить, что-то с ней сделать. Слушайте, если это настолько вкусно, какая тушенка тогда была еще лучше, чем эта. Нежная, вкусная, соль, специи, все идеально, ребят. Чайничек закипел. Наша задача теперь залить полтора литра на литр сюда водички. Четыре с половиной литра. У меня получается три. Я вылил ровно чайник, даже чуть больше, чем надо было. Ставим на кипение. Тушенку добавить, добавим. Мы добавили тушенку. Залили водичкой. Перемешиваем все это дело. Можно было, конечно, кусочки мяса подразрезать, но я думаю, что они развалятся. И по рецепту нам всего лишь три минутки надо ее проварить. Но мне интересно сделать по рецепту моего подписчика, который говорю, просто заливайте кипяточком, перемешивайте и все, от супа быстрого приготовления. То есть просто взять, попробовать. Возьмем чистую ложку. Подарок собакана. Майка подарок от подписчиков. Кстати, вот сейчас интересно, кто-нибудь мне скажет, сними, не позоривай меня в России. Это очень вкусно. Единственное, по соли я бы немножечко добавил. Хотя концентрацию соблюдал. Но, как говорится, лучше не досолить, чем пересолить. И по соли мы там в конце добавим. Все ставим, немножко прокипятить. Три минутки. Минуты пролетели очень быстро. Прокипятили буквально. Хотя, вот конец только так начал кипеть. И посмотрите, просто какая красота происходит. Единственное, что в процессе приготовления я его помешивал. То есть, ну, каждую минуту, по чуть-чуть. И полностью все разбилось. Посмотрите, ну, прям консистенция стала. Выглядит вот настолько классно. Все можно наливать. Единственное, что я бы сделал, это мясо надо было разрезать. Ну, как бы, я надеялся, что оно развалится. Прямо оно практически это сделало. Но для этого надо было бы побольше времени. Поэтому не проблема. Он густой. То есть, вот как должен быть рассольник. Мы не ошиблись. И сделали вместе с вами все абсолютно верно. Нам даже огурчики, ну, все есть. Вот такая порция. Помните, что я сказал, что по соли было не очень. Но когда в процессе я его размешиваю, оно стало прям вообще отлично. И сейчас попробуем уже готовый супчик. Так, это был кусок тушенки. Он был очень вкусный. Вот так можно. Хочется чисто бульончиков. Слушайте, вот небо и земля. Вот что я говорил, мы сделали по рецепту. Получилась просто пушка. Тот, что пробовал в начале, он такой, не было консистенции у него. Прям имеет место быть, что просто залил кипяточком. Но вот когда ты его проварил 3 минуты, бульон насыщается. И получается вот прям такой густой, вкусный, по соли. Идеально. И прям, ну, один из лучших рассорников. Вот прям круто. Давайте продегустируем мясо. Уже в горячем виде. Вот кусочек. И тушенка тоже просто пушка. В общем, это блюдо, я думаю, что я съем очень быстро. Эту кастрюльку приготовлю следующее. Ну, как я вам говорил, если что, могу поделиться. В общем, солдатам, Антоши, спасибо за этот прекрасный подарок. Такую посылочку. У нас еще есть много чего мы откроем и покажем вам. Поэтому следите, подписывайтесь, делайте репосты. Хотелось бы, конечно, попробовать все супы наглые. Там еще гороховый, есть борщ. Вот борщ бы я вообще прям мечтал такую баночку заиметь, чтобы попробовать приготовить. И много разных других, тот же самый харчо, я думаю, тоже был бы восхитительный. В общем, будем пытаться раздобыть. Если у вас есть выходы, где это можно добыть, то пишите мне, чтобы не напрягать солдат. А, может быть, где-нибудь прикупить и сделаем такое вот прям тестирование военной кухни от души. Всем всего светлого и хорошего. И мирного неба над головой, ребятки. За вас.